Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня 22 мая. К нам просто пришла неимоверная жара. То мы все плакали от холода, теперь мы будем плакать от жары. Вот так вот сейчас выглядит наш дом. Все шторы, все буквально шторы закрыты. Пока не повернет солнышко в другую сторону. Это уже будет где-то после часа, после двух. Ну вот оно уже, в принципе, повернуло. Сейчас у нас час дня. Я решила опять немножко с вами пообщаться, рассказать немножко новостей. Да, давайте покажу сейчас вам, на каком этапе происходит у меня вязание покрывала Ирланка. Это я просто так положила его сюда, но чтобы не расстилать на полу. В общем, здесь уже 48 квадратов. Еще один квадратик я свяжу. И будет 49, то есть 7 на 7. Вес сейчас вот этого полотна, ну вот еще один квадратик свяжу, будет 300 грамм. Ну, как я изначально считала, где-то 1,6 кг, 1,7 кг будет весить покрывало, состоящее, наверное, 256 квадратов, то есть 16 на 16. Вот этот квадрат маленький. Вот таких 16 квадратов в одну сторону и 16 квадратов в другую сторону. Это вот на кровать 1,60 кг шириной, ну и на 2, естественно. Вот один элемент остался, один элемент квадратика, и в общем, будет 49 квадратов. 7 на 7 получается. Я очень, ну, под впечатлением от этого узора в квадрате мало рядов, по-моему, 9 рядов всего. Вот если вот так вычленить, то вот это вот квадрат. Маленький квадрат, из которого маленький мотив из 9 рядов состоит вот этот узор. Ну и вот 16 на 16, по-моему, 256 квадратов будет составлять полотно покрывала. Вижу, конечно, я, ну, так скажем, по настроению и когда есть еще силы. Иной раз заходишь после работы во дворе, в огороде, и уже просто, ну, никаких сил нет. Сейчас мы с вами выйдем на улицу, и я покажу, чем я там занималась. Вчера был Лешек, и что мы прикупили. В общем, давайте пойдем. Сейчас жара как раз. Я вот зашла в дом, пообедала, и решила с вами поболтать, немножко переждать эту жару. И потом уже после грозы, в 3 часа дня, нам обещают грозу. Ну, вот после грозы посмотрим, что там будет с растишками. Я очень боюсь града. Вот. Ну и потом после грозы выйду в огород, посмотрю, что там будет и как. В общем, давайте пройдем. Вот такой весь дом закрыт жалюзями. Чтобы не нагревался. В доме прохлада. Ну, без жалюзей было бы просто беда. Кондиционер пока не включаю. Пока прохладно. Посмотрите, как шикарно расцвелку с витреницей. Или, по-моему, аммония ее называют. Прямо очень красивые бутончики. Уже скоро распустится пилончик. Тоже прям все-таки бутоны налились. И я уже видела... О, сегодня еще больше выбросил бутонов ирис. Вот, смотрите. Уже тоже скоро вот-вот зацветет. Не знаю, сколько будет в этом году ириса. В том году тоже я так на него пожаловалась. Нет бутонов. И за одни сутки он столько выбросил бутонов, что цвел хорошо. Вот. Ну, а сейчас выйдем в палисадник. Вчера мы сделали с Лешиком очень хорошее дело. Мы купили чуть больше куба. Ну, будем считать, куб леса для крыши. Вот. Сосед, спасибо, ему помог нам из-за забора все это дело вот сюда перетаскать. Вот. Вот здесь сейчас укрыт куб леса. Вот как здесь пахнет деревом. И что хочу сказать, друзья. Ездили мы в доку буквально месяц назад. Ну, уже присматривали, приценивались, сколько лес стоит. И, ну, во дворе доки, строительный двор дока, там было столько леса, но он был весь какой-то, ну, так скажем, плохого качества. Я еще Лешику говорю, господи, кто же этот купит лес? Там же, ну, выбрать не из чего. Ну, можно сказать, горбыль. Вчера поехали в доку. Практически весь двор пустой. И такие, ну, горбыль остался, скажем так. Это называется тез второго сорта. Но там выбрать просто не из чего было. Спрашиваем, будет ли, ну, новый завоз леса. Нет, больше не будет леса. С лесом сейчас напряженка. Мы оттуда поехали в Кривополяне. Тоже строительный дом. По-моему, Башлыков называется. И нам повезло. Как раз остатки разрешили, во-первых, выбрать. Мы с Лешиком вдвоем там более-менее отбирали хорошие досочки. И, в общем, отобрали 45 штук. По 355 рублей доска. Но куп стоит 15 тысяч. Все, друзья, дорожает. Это какой-то кошмар. И леса нет. Тоже спрашиваем. Еще будет? Ну, мы не хотели покупать. Вот вчера. Прям из последних сил все запасы свои вытрясли. Насобирали денежек. И вот 16 чем-то там заплатили за этот лес. Но мы рады, что мы это сделали. Неделька осталась до того, как крыть крышу. Как раз за эту неделю лес подсохнет. Потом его нужно будет вот этот обзол убрать. Обзол – это кора кое-где там. И обработать специальной жидкостью. Лешик покупал. Вот. Так что сейчас уже весь материал у нас готов. Андулин куплен. Лес куплен. Брус куплен для вертикальных поперечин. Вот. И душа спокойна. Что все есть. И теперь осталось дело замол покрыть крышу. Да, гроза будет. Посмотрите, вон с той стороны вот уже видно заходит. И очень сильно печет, парит, жарит. Вот. Ну, я подготовилась. Все поубирала. Давайте пройдем, покажу, что я там делала во дворе и в огороде. Давайте, наверное, сначала пройдем в огород. Я покажу, как цветет клубника. Это вообще что-то. Пчелы здесь гудят. В общем, клубнику я спасла. Посмотрите, что здесь творится. И уже есть зависть. Я не знаю, вам слышно, как пчелки гудят. Вон она работает. Здесь просто гул стоит неимоверный. Цветет очень-очень обильно. Так что я думаю, что клубничка все-таки будет. Я вчера ее поливала. Сегодня польет дождик. Я думаю, если будет гроза, наверное, будет и дождик. Вчера вот здесь я поливала картошечку. Хочу сделать эксперимент. Вот на эту картошку длины шланга у меня хватает. И я ее буду поливать. А вот на ту картошку. Ну, можно, конечно, продлить там. Но это геморрой, скажем так. Поливать не буду. Посмотрим урожайность здесь. Вчера я и лучок хорошо так пролила. Вот еще дождик пройдет, и я его пропалю. Здесь вчера досаживала тыквы. Я посадила перед заморозками тыквы. Наверное, семена эти пропали. Вчера еще дотыкала по три штучки в каждую лунку тыквы. Вот. Не знаю, когда они взойдут, но когда-то взойдут. И кабачки тоже не взошли. Тоже перед самыми заморозками посадила. Наверное, пропали семена. 20 числа, друзья, я высадила помидоры, томаты. В грунт. Замульчировала вот этим хвойным опадом сосновым. И они как солдатики. Да, они немножко пожелтели. Болеют, понятное дело. Но стоят. Хорошо стоят. Пригодился этот наш опад, который мы с Лешиком собирали в лесу. Там хорошо, там влага. Вы сейчас скажете, а это закисляет почву. Ну да, я согласна. Ну, по-моему, помидоры это такой сорняк, что им пофигу. Вот. А здесь вот те кабачки из Кандер, которые ее сажали. Ну, походу им трындец. Они уже, наверное, не взойдут. Вот. Кажется, небольшой здесь клочочек. Ну, здесь почти сорок лунок помидор. Вот. И посадила я вчера вечером послен. Вот здесь три луночки. Очень вкусное варенье. Я в основном его ем. Либо намазываю на бутерброд с маслом. Либо добавляю в мороженое. Покупаю пломбир в пятерке. Красная цена называется. И вот добавляю это посленовое варенье. Ой, это такая вкуснота. Вот. Так что тепличка у меня освобождается. Там только остался перчик. Но он еще маленький. И пусть он здесь подрастает. Пусть подрастает. Успею. Высажу. Огурчики. Огурчики уже можно высаживать. Там четвертый листик растет. И я сейчас вам покажу, что я буквально за 10 минут, какую шпалеру я приготовила для огурчиков. Вот что значит, когда есть материал, то все можно сделать. Вот такая шпалерка. Использовала вот эти рейки, которые я... Ох, сейчас. Вот сюда, подвину. Стояла она. Вот. Чтобы не гнило, я поставила на кирпичик. Вот такая шпалерка. Вот эта клетка, сетка, да, она металлическая. Это остались остатки от... Когда мы делали с Лешиком отмостку, вот эта сетка шла в отмостку. И вот кусочек остался. Я разрезала напополам. Сделала вот такой каркасик из рейчек 4 на 1. И получилась вот такая шпалера. Потому что в том году здесь было столько моря огурцов. Но им некуда было плестись, кроме как по сетке рабицы. А потом... Так тяжело их доставать. Вот они между забором и рабицей попадают. И их очень тяжело достать. Поэтому в этом году я сделала вот своими ручками золотыми. Сделала буквально за 5 минут вот такую шпалеру. Присобачила кое-где вот такими саморезиками. Я их называю клопы. Вот эту сетку. Ну и здесь саморез двоечка 20 мм. чтобы соединить две вот эти рейки между собой. Получилось в итоге вот такая незамысловатая шпалера. Но огурчиком здесь будет, думаю, хорошо. Вот. Вы там не писали? Ранункулюсы цветут всего неделю. Нет, друзья. Ранункулюсы цветут полтора месяца. Полтора месяца. Я сейчас вот здесь закрыла как мне ящички вот эти пригодились, которые я от Шуры натаскала из овощного магазина. Зимой, помню. Прошлой зимой таскала. Вот так вот затеняю свои растишки. Особенно боится солнца. Крупнолистовая гортензия. А вот остальным гортензиям там ванила какая-то и коттон крем. Они не так боятся. А вот это вот, вот она у меня здесь сидит, красавица. Там вот под ящичком. Вот она очень боится солнышка. И вот этот ящичек, прям как это, как это называется, пергола, да? Вот такие перголы у меня для растишек. Рододендрон, по-моему, сдох. Я, конечно, еще его не выкинула. Но, по-моему, ему хана. Скорее всего, больше я не буду покупать эту экзотику. А в эту яму с кислым почвом скорее посажу здесь очень хороший кислый состав почвы. посажу еще одну гортенцию, еще какой-нибудь сорт. Это выберу. Мороки никакой. Зима стойкая. И больше не хочу я вот так вот переживать, возиться и нянчиться с этими рододендронами. Купили мы материал для шпалеры, которая вот там стоит. Это я обсчиталась. 8 палочек мне не хватило. И я уже их сегодня два раза прошла. Может быть, даже и хватит. Вот здесь 4 палочки. И вот там стоят 4 палочки. И завтра, скорее всего, я займусь шпалеркой. Еще одна шпалера будет готова для вот того пролета. Ой, лавандочка пошла. Посмотрите, как распушилась. Как и здесь хорошо. До обеда солнышко. Потом такой слабый тенечек. Ну, в общем, все хорошо. И вчера я еще вот здесь, друзья, посадила гвоздику. Сейчас перейдем в дом. Гвоздику и бархатцы. Эти пакетики пришли мне в подарок. Что-то я покупала, выписывала и, в общем, мне положили. Здесь сделала хороший верхний слой. Запаренный этот кокосовый субстрат с биогумусом. Рыхлый-рыхлый. Когда вылезут, тогда и вылезут. Не вылезут, ну, что теперь? Будет опыт. Вот. Я вообще не люблю гвоздику. Но, как говорится, дареному коню в зубы не смотрят. Поэтому посадила. Вот. Еще вот здесь ибересы вот этим подсыпала субстратом. Они, мне кажется, прям так сразу вух, прям пошли. А вот этот вы мне писали вербейник, да, манечетый. Ой, какая это красивая штука. Вот сейчас я уберу с это солнышко. Поставили там уже вот тенечек. Ох! Вот. Потому что, мне кажется, ему жарко на солнышке. Вот сюда, мой хороший. Вот здесь. Так что, это вот то, что мне Елена Александровна дала в подарок. Красота красивая вырастает на самом деле. Прямо очень красивая штука. Прямо ох! Так. Ну, все, по-моему, рассказала вам. Теперь большая работа предстоит у нас это крыша. В начале июня мы начнем ее делать. Вот. все новости я вам рассказала. Не знаю, сколько сейчас жары. Наверное, градусов 40 на солнце точно есть. А так 25 вроде как в тени. Давайте еще осталось две минутки. Покажу, что я посадила, что мне досталось в подарок. Вот, гвоздика махровый ковер. Вот, ее посеяла. и дейнти мариет. Вот такие бархатцы. Это вот в том ящичке, который я только что вам показывала. И вот какие сорта ранункулюсов у меня. Ну, посмотрите, это же просто. Не знаю, что вырастет. Вот такой белый, красный и вот такой розовый. вот этот позже всего пришел, позже всего сажала. Пинкоти называется. Вот название Пинкоти. Ну, здесь вот перецепили, я пыталась оторвать, не получается. Ну, очень красивый. Очень прямо супер. Вот. И вот такую хосту. И хоста уже два листика у нее. Ну, я вижу, что она именно вот такая и будет. Посмотрите, какая красота. вот люкс, что ли, называется. Выписывала я хоста гибридная риски бизнес. Вот, риски бизнес называется. Выписывала я на озоне и вот прям уже два листика лезут и они прям точно вот такие как на картинке. То есть не обманули. Вот. 350 рублей, что ли. Хороший отросток был. Так что, друзья, выписывать на Валберис и на озоне это есть нормальные продавцы, есть, конечно, не очень. Так что, вот такой красоты я в этом году насажала. Ну, а что вырасти, вырастет, конечно же, покажет время. Ну, а я вас всех обнимаю, всех люблю и до новых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока. Ситникова. Ситникова.